Материалы, методы строительства, стили. Из какого материала будет ваш дом, если его попросят изобразить на бумаге? Конечно, мы все подумаем об одном и том же – кирпичи. Всегда, когда нужно представить, как устроен дом, мы сразу вспоминаем кирпичи. А что, если я скажу вам, что все меняется, и сегодня есть возможность строить надежные дома с пенополистиролом? Сегодня в программе мы собираемся посетить дом, построенный по этому новому методу строительства. Современный, рациональный метод дает отличные термодинамические характеристики, он быстрый и, что особенно интересно, имеет низкие затраты. Этот умный, в современном стиле дома, который мы узнаем сейчас, скрывает в своей конструкции секрет. Его основной материал не кирпич, к которому мы привыкли, а пенополистирол. И хотя наружные стены имеют бетон, в их сердцевине пенополистирол, но может быть и другой утеплитель. Гостиная не имеет колонн, но они есть. Они замаскированы в конструкции проекта. Часть их правильно вынесена за витражное окно, внутри помещений их нет. Их работа вынесена за внешнюю сторону, чтобы у вас появилось более интересное пространство. Это действительно хорошо. Я хотел, чтобы это была очень просторная гостиная, которая могла бы принимать много людей, чтобы это пространство выходило за рамки стен дома. Скажите, что, на ваш взгляд, является фундаментальной характеристикой этой системы строительства? Каковы ее преимущества, отличия от традиционных? Это отличная технология, она состоит из пенополистирола, покрытого стальной сеткой. Дом собирается из таких панелей. Чтобы можно было собрать всю коробку дома, устанавливаются временные опоры. Затем вы наносите с обеих сторон панели бетон. В итоге получается полностью монолитный, бесшовный, прочный бетонный дом. Мы выбрали строить с помощью ACIP, потому что хотели строить быстро. Мы собирались несколько месяцев пожить за границей и по возвращению уже поселиться в доме. Одним из ключевых моментов при выборе системы был вопрос утепления дома. Теперь, когда я здесь живу, я вижу, насколько это был правильный выбор, это действительно очень теплый дом. Летом дом хорошо держит прохладу, мы редко пользуемся кондиционером. Зимой наши расходы на отопление минимальны, несмотря на то, что в доме всегда тепло. Сравнительное преимущество системы – теплоизоляция, скорость исполнения и конструктивные свойства здания, построенного из этих панелей. Но в традиционной системе тоже есть утеплитель. Например, часто применяется система с вентилируемым фасадом. Но это дорого, у вас утеплитель – часть конструкции. Если в обычной системе утеплитель расположен с одной стороны, то здесь он между двойными стенками, что не является проблемой стоимости. Совершенно верно. Толщина слоя теплоизоляции может быть до 350 мм. Здесь есть тепловая масса, теплопотерь меньше, чем в других технологиях. Толщина слоя теплоизоляции Сколько нужно времени, чтобы построить дом по этой системе в сравнении с традиционными технологиями строительства? Этот дом был построен за 8 месяцев. В действительности можно строить быстрее. Традиционные системы строительства имеют более длительные сроки. Насколько это распространенная система строительства? Подобных систем в мире довольно много. Она часто используется в Европе и здесь, в Чили. Если говорить именно об этой панели, то это продукт итальянского оборудования Эмедью. Антисейсмические и теплозащитные свойства этой системы для наших мест являются ключевыми, поэтому мы используем эту проверенную систему строительства. Здесь основным элементом является панель. Наверное, с ней интересно проектировать архитектуру. Вы правы. С ней мы можем делать любые криволинейные элементы, и при этом это полностью жесткий железобетонный дом. Вы создаете архитектуру ту, что вам приходит в голову, или вы вынуждены подстраиваться под ограничения этой строительной системы? Нет, нет. С этой технологией у вас больше свобод в проектировке, чем раньше. Это очень гибкая технология. Это как в конструкции ЛЕКО. У вас больше гибкости, чем с традиционными системами. В этой системе эффективно распределяется нагрузка, они имеют относительно легкий вес, так что это очень эффективная система. Мне сказали, что если вы захотите что-то перестроить после строительства, это потом будет сделать достаточно легко. И у нас так случилось, что мы поставили розетку в ванную, но во время установки оказалось, что она находится за зеркалом. Дом уже был в отделке, и нам нужно было переместить эту розетку на полметра для вилки в ванной. Пришел электрик, он встал на ступеньки и протолкнул проволокой провод внутри кабеля канала и вытащил его. И нам не пришлось ломать стену. Если стены имеют относительно небольшой вес, вы можете ставить дом на мелкозаглубленном фундаменте. Фундамент вам обойдется дешевле. Для этих строений мы используем малозаглубленный фундамент типа башмака стаканного типа. Или используем плитный фундамент в сочетании с забивными сваями. Это снижает стоимость фундамента. Я так понял, весь дом собирается из этих панелей, не только стены, но и то, что между ними, потолок и пол. Обычно в этой строительной системе плиты перекрытия также выполняются из этой панели. Именно этот дом состоит из комбинации систем. Здесь плиты перекрытия сделаны из традиционной системы балок и кирпичей САПОС. Вы можете комбинировать разные системы. Когда дом построен, и люди получили опыт проживания, гордятся ли они быть первыми с этой системой строительства? Советуют ли они ее кому-то? Безусловно. У меня тоже дом построен из этих панелей, и я тоже рекомендую эту систему своему окружению. Тех, кто выбирает этот метод строительства, не так и мало. Вы можете увидеть и другие дома, построенные по этой системе. В Аргентине эта технология существует уже более 20 лет. За это время было построено уже много. Сегодня ее используют особенно интенсивно. Большое вам спасибо за то, что рассказали все это. Для многих это является совершенно новым. Я думаю, что многим будет очень полезным познакомиться с этой инновационной системой строительства, имеющей такое количество преимуществ. Многие звонят мне, чтобы узнать, рекомендую ли я эту систему для их строительства. И я всегда говорю «да». Мне кажется, что люди ее используют не так часто, потому что они склонны следовать традициям кирпично-блочного строительства. Но я вижу в этой ресурсосберегающей технологии много преимуществ. Я думаю, что в будущем ей будут строить очень много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 А.Кулакова